Музыка Жители Владикавказа, Перми, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Москвы собрались за праздничными столами, чтобы принять участие в съемках продолжения нашумевшей картины с участием звезд отечественного кино. Владикавказский теринкур Нартон объединил за гигантским столом протяженностью более 1 километра 3218 жителей города. Это абсолютный триумф. Около 5000 участников по всей России объединил глобальный проект компании «Базилевс» и «Лунапарк». Создатели комедии «Горько-2» организовали масштабные застолья в шести городах России. Конечно же, мне понравилось, что здесь есть, как сказать, в национальных костюмах люди. Ну и можно показать детям вообще традиции какие-то, продемонстрировать, чтобы воочию, так сказать, не только на словах. Ну я сам пироги пеку, осетинские дома делаю. Удаются? Ну, дети говорят, все говорят, кого угощали, что это осетинские пироги. Те, кто пробовали пироги вообще. А вас кто научил печь? Мама. Она у меня русская, но печет пироги даже лучше многих осетинок. А какие любимые? В Сахараджин, ну, в Алибах. Вот говорят, вкусный стол. Вот здесь сегодня был вкусный стол. Ну, мы как бы не все попробовали, но то, что попробовали, так вроде бы понравилось, нормально. Традиционное мясо там, потом пироги, конечно, семьям можно пожелать. Любви, мудрости, верности, чтобы в семье внутри, чтобы дети были послушны родителям, чтобы старших почитали, это как бы в традиции Осетии, вообще многих кавказских народов. В столице республики застолье проходило по всем канонам осетинских обычаев. По традиции, тремя тостами почетные старейшины города открыли пиршество. Всевозможных блюд было не счесть. Традиционные пироги соседствовали с изысками национальной кулинарии всех народностей, проживающих в Северной Осетии. Заботу о подготовке к банкету и сервировке столов на себя взяла мэрия Владикавказа, а также самые лучшие повара республики. Личную инициативу проявил и мэр города Сергей Дзантиев, подарив большого бычка. Огромную благодарность и организаторы мероприятия, и жители выразили главе республики, Таймуразу Дзамбековичу Мамсураву. Дорогие друзья, я хочу сказать и выпить за человека благодаря усилиям, которого сегодня во многом стало возможным организация и этого застолья тоже. Человек, который связал навсегда, родился здесь и связал свою судьбу с родной Осетией и трудовую судьбу, и политическую и государственную свою деятельность. Если проследить трудовой путь этого человека, то можно заключить, что вся жизнь и деятельность его были и посвящены по сей день служению своей республике, своему народу. Человек, который никогда не уезжал с Осети в поисках каких-то регалий или благ, и всегда находился со своим народом, и в радостные дни, и в трудные времена. Человек, с приходом которого к власти, в Осети воцарилась определенная стабильность. Осетинское пиво и сладкие безалкогольные напитки текли рекой. Главным условием мероприятия было отсутствие алкоголя. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 и было больше 300. Поэтому если еще прибавить и юных горожан, то это, конечно, я думаю, могли бы бросить вызов не только пяти городам России, но, я не знаю, любым городам земного шара. Но в Владикавказ оказалось 3218 человек. Для сравнения, в Москве 457, по-моему, 457. Мы сегодня увидели другие рекорды, которые, я думаю, что зафиксируются в ближайшее время. Это наибольшая протяженность стола, на котором как раз происходит одновременно застолье. Длина стола оказалась ровно один километр. Жителям Владикавказа не стоит расслабляться. В самом ближайшем будущем, по заверению руководства кинокомпании «Базилевс», Владикавказ ждет участия в съемках полюбившейся всеми россиянами и ставшей уже традиционной новогодней комедией «Елки». Действие картины в этом году по замыслу сценаристов будет перенесено на столетия назад. В далекий 1914 год. Горька! 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 Продолжение следует...